Если в течение суток навалы мусора не будут убраны с территории Никольского, будут приняты кадровые решения. Андрей Иванов резко раскритиковал работу местной власти. Управляющая компания за стихийную свалку не отвечает. Вам надо находить средства, находить силы, технику и вывозить этот мусор. Куда вывозить, вам подскажет Каратай. У нас есть вождчики, понятные, которые работают на территории. У нас есть коммунальное хозяйство благоустройства. Есть полигоны в Московской области, которые принимают мусор от Одинцовского района. Мы все инструменты вам дали, рассказывали неоднократно на наших планерах. И вот вашим коллегам, которые там шепчут вам сбоку, вы лучше порекомендуйте поехать на эти свалки и в течение суток убрать. Иначе очередной раз придется делать у вас кадровые какие-то революции. Работа с обращениями жителей через систему Добродел выравнивается. Время реагирования чиновников сокращается. И острые проблемы. Они стараются снимать сразу, не откладывая их решения в долгий ящик. Лидером по количеству вопросов от населения остается Одинцово, самая большая территория муниципалитета. Коллеги, также продолжаем в оперативном режиме ежедневно отслеживать все те жалобы, которые поступают Доброделы, и на них оперативно реагируем, исправляем то, что от нас просят жители. По Трегорке, по восьмому микрорайону, Сан-Бердж, отдельно, я знаю, у вас есть план, вы подготовили его согласно прошлым поручениям. Мы сядем, подумаем дальнейшие шаги, как все-таки эти два микрорайона системно, полномерно выводить из красных зон. Чтобы это были не только наши заявления и какие-то дорожные карты, а реальные дела, которые позволят людям улучшить качество жизни. Управление внутренней политики активно мониторит соцсети района. Это тоже позволяет вовремя снимать напряженные моменты и разрешать спорные вопросы. Чаще всего жители указывают на промахи в работе коммунальных служб, подмечают недобросовестную деятельность предприятий, которые находятся на территории района и вредят своими бесправными действиями экологии. Опыт Несовского района, Московской области, он уже тиражируется на всю страну. Мы, по сути, стали первопроходцами в этой работе. Но и сам факт, что система распространяется за пределы региона, говорит о том, что наша работа с каждым днем становится все более и более эффективной и является примером для других территорий. Так что мы в этом же ключе будем и далее продолжать наше взаимодействие. Власть открыта для жителей муниципалитета. Любой может обратиться лично или в систему добродел, а также через соцсети. Его вопрос будет услышан. Мария Шматкова, Евгений Муравлев, Денис Харламов, телекомпания Одинцова.